Здравствуйте, друзья! Сегодня все на Фейсбуке присылают мне открытки с поздравлениями Старого Нового Года. Но, как говорится, праздников много не бывает, поэтому спасибо всем за Старый Новый Год. Сегодня 13 января 2021 года, и вот я уже слушаю вторые сутки, даже третьи. Я слушаю новый диск, который вышел именно в этом году. И он попался очень хороший сразу, потому что, во-первых, это знакомое имя, Дэйв Стрейкер. Давайте, впрочем, по порядку. Я сейчас зачитаю, что я написал под обложку альбома. Гитарист, композитор и учитель Дэйв Стрейкер засветился в качестве сайдмена на 50 записях и 30 дисков имеет в собственной коллекции как лидер. И я рад, что именно его альбом Baker Circle с яркими композициями открывает джазовый 2021 год, задавая отличный свинговый темп и насыщенный звук органным квартетом. Уолтер Смит, третий тенор, саксофон, Джаред Голд, орган, Макленти, Хантер, драмс, барабаны и Мейра Касалес, перкуссия. В альбоме представлены мои новые оригиналы, пара драгоценных треков из серии Eight Tracks, а также стандарты в дань уважения моему бывшему боссу и саксофонисту Стэнли Тарентайн, сказал Дэйв. Стэнли Тарентайн, Дэйв с ним работал больше 10 лет, они играли вместе, его звали Мистер Ти или Шугармен. Это саксофонист, тенор-саксофонист, у него очень такой крутой альбом был, назывался, почему его прозвали Шугармен, потому что его альбом, по-моему, в записи очень старенький, где-то в 70-м году, по-моему, был записан альбом с названием Шугар, Сахар. И вот он получил очень хороший, так сказать, стал хитом, можно сказать, в то время, и вот его прозвали Шугармен, Сахарный Человек. Так вот, Дэйв Стрейкер с ним работал долгое время, и вот он посвящает ему эту композицию, потому что этот саксофонист уже где-то, по-моему, в 2000-м году, в начале 2000-х годов уже ушёл от нас, и его уже нет. Так что вот есть композиции, посвящённые именно ему. По статистике альбом, по стилистике альбом не похож на предыдущий, и в этом заслуга свежего в этом коллективе саксофониста и на нескольких треках кубинской перкуссионистки. Первый принёс больше бибопа, а вторая латинских ритмов. Но блюзовая гитара и старинный орган прекрасно делают своё дело на медленных композициях, которые также хорошо звучат и заслуживают особого внимания. Я, кстати, посмотрел, перкуссионистка играла с ним раньше тоже. Но она всего на нескольких треках точно так же, как и в этом альбоме. Но в этом альбоме есть именно композиция с латинским названием. «El Camino» называется, она вторая по счёту. И она там реально такая, ну, как сказать, латинского направления, что ли. И вот мне этим понравился этот альбом, и я считаю, что вот её, скорее всего, он для неё специально сделал эту композицию, потому что композицию сочинил Дэйв Стрейкер. И назвал почему-то вот именно, значит, латинским именем. Но, в общем, кроме того, что это джаз, это мейнстрим. В основном это мейнстримовый хороший джаз, но очень хорошие бибоповские ходы. И я считаю, что вот этот вот саксофонист именно принёс вот этого бибопа, потому что там, ну, он действительно очень классно играет. И нельзя не отметить вещь, которая называется «Rush Horror». Её сочинил органист, и там очень хорошо показана его левая рука. Потому что, если нет бас-гитары, басовую партию исполняет органист. И он настолько круто играет вот этой левой рукой, настолько, так сказать, хорошо перебирает вот эти вот басовые партии. И, как ни странно, это лучше всего слышится именно в его композиции, которую он сам написал. И это вот пятая по счёту она. Обратите на неё внимание, там просто заводной вот именно бибоповский, реальный хороший бибоповский стиль. Что, кстати, не очень, как сказать, характерно для органа. Органы-то обычно играют мелодичные такие плавные мелодии. Ну, а здесь вот такой реальненький, красивенький бибопчик. Барабанщик тоже тут сильнейший гитарист, вообще крутой. Так что, в общем, музыканты все отличные. Просто все отличные музыканты. Альбом великолепный и в плане музыки, и в плане разнообразия. То, что и медленные композиции очень красивые. И быстрые там такие сильные, что, например, там первая вот эта Toad, ну, тоже сильнейшая вещь. Она настолько, так сказать, экспрессивная, что когда я включил её, я даже думал, там намного больше музыкантов играет. Потому что насыщенность звуков очень плотная. Там настолько плотный драйв идёт, что ну, просто супер. И остальные композиции тоже такого, так сказать, плотные, можно сказать, по звуку. Пустых мест, можно сказать, нету, да. И да, я с удовольствием этот альбом слушаю и наверняка ещё буду слушать. Мне понравилась больше всего вещь, наверное, я в свой плейлист, куда я добавляю самую лучшую композицию, я сначала хотел отнести Inner City Blues. Это вещь, так сказать, это кавер. Но потом я подумал, что всё-таки вот эта вот Toad, вот эта первая композиция в альбоме, она всё-таки самая, всё-таки сильная. И по напористости, и по, так сказать, ну, по виртуозности, наверное, так будем говорить. И, во-первых, это свежая вещь, это его собственное сочинение. И поэтому я вот её отношу в мой плейлист, добавляю, куда попадают все самые лучшие, одна самая лучшая композиция из обозреваемых мною альбомов. Так что вот первая вещь 2021 года, это будет первая вещь с первого, так сказать, диска 2021 года. Baker's Circles он называется, Дэйв Стрейкера. И три кнопки, ой, даже четыре. Кроме кнопки, конечно, слушать, я ещё добавлю вам все диски, которые Дэйв Стрейкера есть на моём канале. В частности, его предыдущий диск, это Blue Soul называется, который он играл вместе с Бобом Минцером и его, значит, биг-бэндом, немецким биг-бэндом. Он специально ездил в Германию и записывался с биг-бэндом. Отличнейший диск. Это в 2019 году был выпущен диск. Потом в том же году выходил 8-трак Christmas. Это рождественские вещи. Вот он сыграл со своим тоже органным трио вот с этими же ребятами. Только там саксофонист был другой, разумеется. И там, кстати, приглашённых музыкантов очень много. И, кстати, вот там я писал, там текст довольно у меня, там длинная портянка есть. Я там описывал вот именно его биографию Дэйва Стрейкера. Так что по этой ссылке, перейдя, можно посмотреть, почитать, вернее, его автобиографию. И, наконец, 8-трак третий. Вот этот вот 8-трак. Это восьмидорожечный магнитофон. В Америке он был, да. Ну, тоже вот, кстати, интересная вещь. Почитайте. Там у него три диска. Четвёртый вот этот вот крисмасский. А три диска, значит, вот 8-трак третий. Вот он тоже выходил в 2019 году. Тоже есть на канале. Тоже я его обозревал. И ещё один альбом, где засветился Дэйв Стрейкер, это Конспираси. Конспирация. Это Рич Вайли и Боб Тизм Фанк Бэнд. Замечательный коллектив. Большой. Там 9 или 10 музыкантов. И в том числе вот Дэйв Стрейкер. Ну, там просто сильнейший фанк такой. Ну, отличнейший альбом тоже есть на канале. И тоже оставлю ссылку, кнопочку внизу под моим постом. Вот так. На этом, наверное, закончу. Это был новый альбом. Бэйкер Сокол, Дэйв Стрейкер и Константин из Ирландии. Всего доброго. Всем джаза. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok